СВЯТАЯ ПАМІТЬ СВЯТАЯ ПАМІТЬ Проект предполагает два направления. Это первый – розыск людей, которые пережили трагедии, подобные хатынской трагедии, и сегодня проживают на территории Республики Беларусь. Второе направление проекта – уточнение данных об уничтоженных деревнях и создание единого банка данных, уничтоженных во время войны деревень. Мы запланировали ряд выставок. В первую очередь, это наша выставка, которая тоже откроется завтра в Минском международном центре имени РАУ. Планируется, что эта выставка будет представлена в последующем, в таких государствах, как Чехия, Германия, Польша, Италия, Франция. Трагедия небольшой деревни стала символом горя всего белорусского народа в годы Великой Отечественной. Ровно 70 лет назад на земле не стало хатыни. 22 марта 1943 года стала последним днем для 149 мирных жителей, половина из которых были детьми. Спастись тогда удалось лишь одному взрослому и пятерым маленьким белорусам. На месте деревни фашисты оставили сплошное пепелище. Страшную судьбу хатыни разделили еще более 9 тысяч сел и деревень нашей страны. В годовщину страшной трагедии к белорусам обратился глава государства. Цитата. Наша страна, не раз пережившая от войны и оккупации, призывает объединить усилия в борьбе против насилия и террора. За мир, за право каждого народа самому выбирать свою судьбу. И сегодня, через несколько часов, в мемориальном комплексе Хатынь представители власти, ветераны и молодежь соберутся на траурный митинг реквием. Безусловно, Белоруссия, Белорусско-Социалистическая республика в то время, как часть Советского Союза, пострадала больше всех. Историки спорят, погиб ли каждый третий или каждый четвертый житель Белоруссии. Но и первая, и вторая цифра являются чудовищной. Это был целенаправленный геноцид белорусского народа. Я не боюсь произносить это слово. Это было массовое уничтожение, в первую очередь, мирных жителей Белоруссии на оккупированной территории. А накануне в Доме прессы в Минске презентовали белорусско-российское документальное издание «Зимнее волшебство». Именно такое, поэтическое название было у одной из самых жестоких и кровавых карательных операций гитлеровской Германии. В новой книге уникальные документы из архива России, Белоруссии и Латвии о подготовке и последствиях этой операции. 22 марта 43-го фашисты Дотла сожгли деревню и всех ее жителей. Сегодня в мемориальном комплексе в Логойском районе собрались чиновники, ветераны духовенства и молодежь. Траурный митинг-реквием начался у вечного огня. Винок от президента Белоруссии, высших органов власти, общественных организаций, православной и римско-католической церквей. Обращение Александра Лукашенко зачитал глава администрации президента Андрей Кобяков. Цитата. Наша страна, не раз пережившая от войны и оккупации, призывает объединить усилия в борьбе против насилия и террора. За мир, за право каждого народа самому выбирать свою судьбу. После официальной части минута молчания под звуки метронома и оружейных залпов. 70 лет тому назад здесь произошла эта страшная трагедия. Погибли люди, абсолютно мирные граждане, женщины, мужчины, старики, дети, которые жили и считали, что так и должно быть. И никто не предполагал, что так вавроски, бесчеловечно прервутся их жизни. Поэтому это глубокая трагедия и конкретно тех людей. Но это трагедия, которая является уроком всему человечеству, что если не бороться за мир, за счастье, то это может произойти с любым народом. И этого допускать нельзя. И сегодня же в здании фотодокументальной экспозиции мемориального комплекса «Хатэнь» прошло торжественное гашение марки, выпущенной к 70-летию трагедии. Марка с изображением бронзовой скульптуры непокоренного человека станет своеобразным напоминанием каждому в мире о трагедии белорусского народа. 70 лет назад в историю Второй мировой войны была вписана одна из самых трагических страниц. Карательный батальон немецких войск с небывалой жестокостью стер с лица земли белорусскую деревеньку «Хатынь». Все жители, 149 человек, включая совсем маленьких детей, были сожжены заживо или расстреляны. Эти акции устрашения и наказания фашисты потом не раз повторили на Украине и в России. Сейчас на месте «Хатыни» располагается музейный мемориальный комплекс. Сегодня там пройдет траурный митинг, а в белорусской государственной филармонии дадут концерт «Реквием». Белоруссия сегодня вспоминает одну из самых оскорбных дат в истории страны – 70 лет со дня уничтожения «Хатыни». Тогда, в 43-м, фашисты заживо сожгли 149 жителей, половина из которых были дети. Людей согнали в сарай, а тех, кто пытался бежать, расстреливали из пулеметов и автоматов. На место трагедии весь день несут цветы, читают стихи, многие не скрывают слезу. Никто не уезжает отсюда равнодушный. Потому что «Хатынь» как памятник трагедии всех мирных людей, производит во-прежнему огромное эмоциональное воздействие. Выжить во время «Хатынской трагедии» удалось лишь шестерым. После расправы с жителями деревня была разграблена и сожжена дотла. Сейчас на ее месте находится мемориальный комплекс. Хвилина Маучшани у имя вечной памяти. Сегодня в «Хатынь» вспоминали о хвир жудостной трагедии, которая случилась ровно 70 лет тому, 22-го высоковека, 43-го. Тогда везда со 150-ю в жахараме была целиком спалена. Зараз на ее месте могилки таких же безлитосно снищенных уполами белорусских местечек. Сегодня сотни людей, в тем лику и замежные гости, съехались в мемориальный комплекс на митинг-реквие. До вечного огня вянки и кредки усклали проставники державной улады и духовенства. Музыка, верши, слова пашаны и молитва. Сегодня у «Хатыни» все просвещалось непокоронному народу. Эта трагедия, она известна и запала в душу каждому, я думаю, гражданину нашей страны. Да и, наверное, не только гражданину нашей страны, а «Хатыни» знают действительно во всем мире. И мы выступили с такой инициативой, чтобы «Хатынь» превратить вместо скорби всей Европы. Я памятаю, что мы еще со школы приезжали сюда, на экскурсию приезжали сюда. Ну, я, как тогда, был малым хлопчиком, это вельми... «Як это так можно забить человека?» «Як это так можно спалить человека?» и так далее. Знайомых моих тут никаких не было, никто мне про это не нагадывал. Однако я на это все гляжу, про спризму Евангелия. Каждый человек для меня брат и сестра, и я, повинен так до него относиться. И для этого тут, снаходусь именно виток, не только вспомнить, а и помолиться.